Антироссийский санкций В первые сутки абсолютного перемирия, которое вступило в силу 5 марта, вооружённые силы Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР. Киевские боевики применили миномёты калибром 82 мм и стрелковое оружие. Отмечается, что огонь с позиции украинских войск вёлся по районам трёх населённых пунктов республики – Ясиноватый, Докучаевское и Сила Безыменное. Общее количество применённых в ВСУ боеприпасов – 16 единиц. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. В целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток, Сотрудники Министерства внутренних дел ДНР со 2 по 4 марта провели оперативно-профилактическую операцию «Ночной город». В мероприятиях было задействовано более тысячи сотрудников полиции, в том числе экипажи ГАИ, наряды ОМОН «Беркут» – сотрудники оперативных служб. В ходе проведения отработки стражи правопорядка проверили 355 увеселительных заведений, а также составили 91 протокол по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещённых законном местах или появления в общественных местах в пьяном виде. Сотрудники ГАИ составили 14 административных протоколов, из них 8 – за управление транспортным средством в нетрезвом виде. За нарушение комендантского часа было задержано 377 человек. К ответственности привлечено 9 правонарушителей за мелкое хулиганство и одно за злостное непоминовение законному требованию сотрудника полиции. Газпром направил Нафтогазу официальное уведомление о том, что начинается процедура расторжения контрактов через стокгольмский арбитраж. Об этом сообщил председатель правления российского концерна Алексей Миллер. Коммерческий директор украинской компании Виктор Витренко подтвердил получение уведомления. «Мы тщательно изучим информацию. Для нас важно сохранение транзита через Украину и надёжность поставок газа как украинским, так и европейским потребителям». При этом Витренко добавил, что Нафтогаз не видит оснований для разрыва договора, а объяснения со стороны Газпрома назвал неприемлемыми. Однако свою ультимативную риторику Нафтогаз всё-таки решил отложить и выступил за возобновление переговоров с российским концерном. «Мы хотим привести все отношения с Газпромом в максимальное соответствие с европейскими нормами и правом. Поэтому мы готовы вести переговоры с Газпромом. А если они будут неудачными, мы готовы к новому арбитражу». Между тем, спор Газпрома и Нафтогаза прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. «Чем раньше будут разорваны все отношения с Нафтогазом, тем лучше. Пусть Нафтогаз потом требует, возмущается, добивается и обращается куда угодно. Для нас это не будет иметь никакого значения. Мы будем свободны от этого покупателя, больше похожего на вымогателя», – написал сенатор в Твиттере. Также Пушков отметил, что прекращение поставок газа на Украину положит конец заявлениям президента Петра Порошенко о газовом давлении со стороны России. После чего Киеву придется закупать топливо у США или Катара. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в газовом шантаже Киева и европейских стран. Соответствующее заявление он сделал на встрече с министром обороны Швеции Петром Хультквистом. «Я очень надеюсь, что страны Северной Европы, Швеция, Финляндия, Дания сыграют очень важную роль для того, чтобы не дать Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины». Также Порошенко отметил, что угрозы российского «Газпрома» прекратить поставки топлива в Украину, несмотря на решения Стокгольмского арбитражного суда, дают дополнительные основания, чтобы подумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект «Северный поток-2», который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны России и нарушает принципы диверсификации. Санкции в отношении России будут, скорее всего, сняты в случае прекращения противоречащей интересам США активности в ряде сфер. Об этом заявил сенатор от американского штата Аляска Даниэл Салливан. «Это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела других стран, например, Украины, санкции, скорее всего, будут сняты». При этом Салливан не стал отвечать на уточняющий вопрос, помогут ли антироссийские санкции развитию американской энергетики. Он только отметил, что США должны поставлять больше энергоносителей, потому что это помогает ослабить деятельность России, которая вступает в противоречие интересам Соединенных Штатов. Позднее заявление американского сенатора прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров. «На мой взгляд, условия немного оскорбительные для любой страны. Могут они себе представить, в том числе, американский сенатор, чтобы с подобным заявлением выступили российские коллеги, что американцы должны перестать отстаивать свои интересы в том или ином регионе. У нас свои национальные интересы, они не зависят от желания сенатора с Аляски. Мы не нарушаем международный закон, мы работаем в рамках этого закона. Вот эти решения, которые нам предлагают, не стоит их рассматривать». Джабаров назвал условия Вашингтона абсолютно неприемлемыми для любого уважающего себя государства. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность осуществления новых военных санкций против властей Сирии в ответ на сообщение о якобы использовании ими химического оружия. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. По информации источников, Трамп запросил варианты действий по наказанию правительства президента Сирии Башара Асада на фоне сообщений об атаках с применением хлорина. Отмечается, что в начале прошлой недели американский лидер обсудил возможные действия на заседании в Белом доме с участием главы администрации Джона Келли, советника по нацбезопасности Герберта Макмастера и министра обороны Джеймса Мэттиса. При этом, как отметил один из источников, Трамп не определился насчет конкретных военных действий, а участники встречи решили продолжить следить за ситуацией. В Пентагоне данную информацию комментировать отказались. Представитель пресс-службы Минобороны США Эдриан Ренкин-Гэллоуэй заявил, что, как правило, ведомство не обсуждает будущие военные планы.